Ни накаркать, ничего не сделать такого. О погоде в Мельбурне. Перед началом матча 26 градусов было. Такой хороший, жаркий достаточно сегодня был день. Но в последние дни погода в Мельбурне очень нас всех здесь находящихся радует. Нет какой-то супер фантастической жары, потому что бывали в предыдущие годы дни, когда за 40, так днем 28-29, иногда 30 градусов тепла. К вечеру немножечко опускается, когда в полдвенадцатого, в двенадцать ночи из кортов возвращаешься в гостиницу, иногда бывает в районе 20 градусов. Так что, в общем, находиться и играть в теннис в Мельбурне сейчас приятно. Хочется это делать как можно дольше. Хочется это и Андрея Петкович, хочется это и Мария Шарапова. Хочется это одное. Нашла в себе Мне кажется Какой-то еще Запас, резерв Шарапова еще чуть-чуть добавила Просто играя в таком ритме В таком темпе Ох, как сложно не ошибаться Вообще не ошибаться Не спорит Мария с решением арбитров Что мяч не попал Блестяще Мария Перешла в контратаку Очень непросто Ей пришлось поначалу Потому что прием у Петковича Был замечательный Пять мячей подряд Выиграла Мария Вот как с матчбола Причем все В сумасшедшем стиле Причем выиграла сама Ни разу соперница толком не помогла Вторая подача Двойная Ну может быть даже и лучшим Сейчас двойная Чем дать сопернице Забить Чтобы она не чувствовала В себе силу выигрывать Ну видите Сейчас первую Маша До этого регулярно подавала В районе 170 Даже за 170 И сейчас Резко добавила вращение Сняла скорость С подачи 152 км в час Почти как вторую Подала Но на это не среагировала Уже Петкович 40-15 Элисон Ланг Сразу подняла палец Спрашивая Обращая вопрос Шараповой Будет она проверять этот мяч Или нет Мяч задел Мяч задел линию Судья на линии Не прав Переигрывает этот мяч При счете 40-15 Судья на линии Судья на линии В линию попадает Шарапова 5-3 Два гейма выиграла подряд Мария впервые В этом матче Наверное Едва ли не самым важным В этом матче Может получиться Предстоящий гейм Ну понятно Если его выиграет Петкович Матч закончится Вот если его выиграет Шарапова Матч только начнется Матч Матч резанный резанный мяч причем неожиданно не от хорошей может быть жизни сыграла его шарапова но и петкович не знала что с ним делать 0 15 ну не очень была удобная подача перекрученная с высоким отскоком такую сложно забить на вылет по 15 тем не менее это всего лишь это первый выигранный то нет в общем то это в общем это не считается невынужденная ошибка ошибка на приеме вот это 30 15 прием на вылет по 30 посмотрите как загорелись глаза у томаса хокстеля он ведь тоже уже не первый день в теннисе прекрасно вот ощущает флюиды своего подопечного это меха с атак он свое время и вот сейчас шарапова чувствует что что-то изменилось неуловимое может быть даже и петкович еще не поняла этого но петкович грамотно сыграла у меня правда было ощущение что один из ударов петковича мог выйти ваут но конечно маша гораздо ближе к мячу была и только ей определять надо было останавливать игру и брать челлендж тоже и счет ведь какой второй матч бол у андреа петкович вторая подача второй матч болт отыгрывает шарапова ровно и посмотрите какую нашла на ход пока петкович сейчас особенно вторую снижает скорость и предсказуемо подает шарапова это все раскладывает на как в букваре даже в азбуке кассе буквы слогов но третий матч болт не получилось чуть-чуть чуть-чуть не вытянуло буквально ну выдала потрясающую серию там из девяти розыгрышей после первого матчбола из девяти розыгрышей всего один и да и то двойной ошибкой проиграла шарапова да ну а этот танец петкович уже становится ее фирменным знаком и уже не первый раз зрители мельбурн парке его здесь видят может быть скоро найдутся подражателям ну а пока констатируем что мария шарапова к сожалению покидает турнир и вот так вот с интервалом в час кидают турнир две российские теннисистки только что светлана кузнецова проиграла фантастический матч франческие с киа вонем 16 14 после четырех часов и 44 минут борьбы ну и после одного часа и 19 минут борьбы проиграла мария шарапова наверное я неправильно выражаюсь не проиграла мария шарапова а петкович выиграла потому что андреа сегодня сыграла просто фантастический матч и укорить в чем-то шарапову у меня не повернется язык я больше ни разу не скажу что шарапова проиграла потому что то как играла петкович если она так будет играть хотя бы полгода то она может выиграть все конечно сейчас начнут к ее игре подходить более внимательно разбирать ее на составляющие придумают как остановить эту скорость петкович вот не может быть если бы был матч петкович с вильямс проще было бы шарапова и ее тренеру получить больше информации это твой первый четверть финал ты обыграла выдающегося игрока ты здесь становишься очень популярный это был очень тяжелый для меня матч я была сфокусирована на событии на происходящем с первого мяча до последнего и шарапова играла просто замечательно и я конечно под конец очень нервничала но очень счастлива что смогла выиграть ты давно уже достаточно в туре но сумасшедший прогресс в последние полгода ну во первых у меня появился в команде фитнес тренер я стараюсь быть более профессиональной тщательнее подходить продуманнее подходить к тренировкам я конечно стараюсь фокусироваться прежде всего на своей теннисной карьере это для меня сейчас самое главное в жизни но у тебя еще кроме теннисной карьеры еще и академическая карьера вы видите как он я буду делать 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 я был очень хорошо в школе и мой папа тоже был профессиональный теннис игрок в первые годы и он знает какой-то прессии что происходит и он не хочет его маленькой выиграть те же вещи но как я сказал не всегда следует уважение ваших родителей да я никогда не могу перечить своим родителям даже когда стою победителем на родлевер арене папа который прекрасно знает теннис профессиональный с самого начала говорил мне что надо совмещать с учебой я думаю что это петку донс 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 если химически стеред заключение Я играла очень лучше, когда я делала танцы. Это вот история ее танца. Я пропустил в каком матче это было. Ну, не на этом, по-моему, чемпионате. Она играла... До этого играла плохо и загадала, что если выиграет матч, то делает что-то особенное. И вот так появился этот танец. И она говорит, что после этого танца я стала с каждым днем играть все лучше и лучше. Да, ну что ж, поздравим Андрея Петкович. Именно она будет соперницей Каролин Возняцкий в четвертьфинале. Ну, нет, простите, Франческа Скиавоны будет соперницей Каролин Возняцкий. А Андрея Петкович сразится с китаянкой Лина. Вот в верхней половине сетки четыре человека, которые определят финалиста турнира. Турнира Лина Петкович с Киавоны Возняцкий. И все четверо сеяны от первого до тридцатого номеров. Ну, а что будет в нижней половине сетки у девушек? Сумеет ли совершить подвиг Катя Макарова или подтвердит свое превосходство Вера Звонарева? За это все нам придется переживать завтра. Но ведь и сегодняшний день еще не закончен. И буквально минут, наверное, через десять нам доведется увидеть матч Энди Родика и Станисласа Вавренки. Думаю, что он будет не менее захватывающим, чем поединок девушек. Дождемся его. Субтитры сделал DimaTorzok